напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали почему большевики рсфср в 1921 году передали новороссию большевикам украинской сср а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео многие из украинских большевиков были националистами и сепаратистами владимир ленин знал эти тонкости а потому решил пойти с украинскими сепаратистами на компромисс именно по этим причинам ленин все же передал украинским большевикам новороссийские земли от харькова до одессы но при условии что их украина вместе с советской россией войдет в состав нового государства под названием ссср что это за девочка которая на фото на руках у сталина энгельсина маркизова была дочерью наркома земледелия бурят монгольской асср ордана маркизова когда девочка узнала что отец собирается на прием к сталину попросила взять ее с собой на приеме девочка вручила сталину цветы и поцеловала его в щеку чем прославилась на всю страну спустя год отец энгельсины был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации и приговорен к расстрелу на какой денежной купюре ссср использован барельеф ленина смотрящий влево на советских денежных купюрах 61 91 годов номиналом в 25 50 и 100 рублей в оформлении использован барельеф ленина смотрящий вправо и только на купюре номиналом в 10 рублей использован барельеф ленина смотрящий влево кто из генсеков ссср поздравил с новым годом не советских граждан а американских в 1986 87 и 89 годах американские граждане на новый год по телевизору увидели горбачева и услышали от него фразу добрый вечер я михаил горбачев генеральный секретарь ссср разрешите от имени советского народа поздравить вас с новым годом такие выступления проводились в рамках сближения сверхдержав и фактического окончания холодной войны три года подряд генсек горбачев поздравляет американский народ а президент сша рональд рейган в это же время поздравляет уже советских граждан кто из глав ссср получил ленинскую премию по литературе ленинская премия в ссср это высшая форма поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки техники литературы искусства и архитектуры леонид ильич брежнев написал серию мемуаров в которую входили книги малая земля возрождение и целина за эту трилогию в апреле 1980 года брежневу была присуждена ленинская премия по литературе когда в ссср отмечался день физкультурника день физкультурника начали отмечать в ссср с 1939 года праздник приходился на вторую субботу августа день физкультурника входил в число праздников по которым военнослужащим рабочей крестьянской красной армии выдавалась водка наркомовские 100 грамм у какого государственного деятеля ссср настоящая фамилия была бронштейн лев давидович троцкий настоящее имя либо давидович бронштейн российский революционер советский государственный и политический деятель идеолог троцкизма одного из течений марксизма один из организаторов октябрьской революции 1917 года один из создателей красной армии один из основателей идеологов коминтерна как называлась операция 1922 года по высылке из ссср инакомыслящих деятелей науки и культуры философский пароход это операция по высылке оппозиционных представителей интеллигенции поддерживаемая лениным 29 30 сентября 1922 года два пассажирских судна доставили деятелей науки и культуры из петрограда в германию позже такие же рейсы организовывались из одессы и севастополя высылаемым разрешалось взять с собой лишь подвое кальсон две пары носков пиджак брюки пальто шляпу и две пары обуви на человека деньги и имущество были конфискованы на какой реке в 1967 году была построена крупнейшая на тот момент братская гидроэлектростанция в ссср братская без имени 50-летия великого октября это гидроэлектростанция на реке ангара в городе братской иркутской области решение о строительстве братской газ было принято в сентябре 1954 года а 8 сентября 1967 года государственная комиссия приняла братский гидроузел в постоянную эксплуатацию с оценкой отлично кто был первым наркомом тяжелой промышленности ссср народный комиссариат тяжелой промышленности просуществовал с января 1932 года до января 1939 года с момента образования и по 18 февраля 1937 года его возглавлял григорий константинович арджиникидзе умер арджиникидзе 18 февраля 1937 года за пять дней до февральско-мартовского пленума цк 1937 года на котором он намечался главным докладчиком по вопросу об уроках вредительства диверсии шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов официально объявленная причина смерти инфаркт по какой причине многие страны бойкотировали олимпийские игры в москве в 1980 году из-за того что в 1979 году в афганистан были введены советские войска более 60 стран объявили бойкот олимпиаде 1980 года в москве некоторые спортсмены из этих стран все-таки приехали в ссср и выступали под олимпийским флагом в какой области ссср после полета приземлился первый космонавт мира юрий гагарин 12 апреля 1961 года первый космонавт юрий гагарин приземлился на поле колхоза имени шевченко близ деревни смеловка в 27 километрах южнее города энгельса саратовская область место где это произошло люди назвали гагаринским полем в 1965 году на месте приземления первого космонавта был установлен 27 метровый обелиск а в 1981 году перед обелиском появился памятник юрию гагарину какое событие стали назвал великий перелом а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео великий перелом выражение иосифа сталина которым он охарактеризовал начатую в конце 1920 в ссср политику форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства произошел отказ от политики нэпа и обозначен мобилизационный курс развития благодаря которому была решена стоявшая перед страной задачи индустриальной модернизации во время какой войны появился коктейль молотова во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел молотов говорил что советские войска сбрасывают не бомбы а грузы с продовольствием для голодающих финнов в финляндии такие бомбы окрестили хлебными корзинами молотова а потом финны стали называть устройство с зажигательной смесью против советских танков коктейлем для молотова у нас название подобного оружия сократилась до просто коктейли молотова какой крайний срок был поставлен на съезде кпсс для постройки коммунизма 22 съезд коммунистической партии советского союза проходил 17 по 31 октября 1961 года в москве и впервые проходил в кремлевском дворце съездов никита хрущев во время своего выступления на съезде объявил что к 1980 году в ссср будет построен коммунизм кто из руководства ссср придумал рыбный день четверг советском союзе был особым днем рыбным рыбный день водили дважды в 1932 году и в 1976 году все столовые кормили своих посетителей исключительно рыбными блюдами до пятницы мясо и птицы были забыты а на появлялся вареный минтай котлеты из мойвы или жареная треска рыбный день придумал и вел в 1932 году анастас микоян в каком году началась так называемая холодная война между сша и ссср холодная война политологический термин используемый в отношении глобального геополитического военного экономического идеологического противостояния в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств центром одного из которых был ссср а другого сша по мнению ряда исследователей ответственность за развязывание холодной войны лежит как на ссср так и на странах запада холодная война сопровождалась гонкой обычных и ядерных вооружений временами угрожавший привести к третьей мировой войне как называлась высшее воинское звание в ссср генералиссимус советского союза персональное высшее воинское звание в вооруженных силах ссср звание введено указом президиума верховного совета ссср после окончания второй мировой войны вознаменование исключительных заслуг в великой отечественной войне и было присвоено лишь одному человеку за всю историю существования ссср иосифу сталину какое количество военнослужащих советской армии прошло через афганскую войну через афганскую войну с 1979 по 1989 год прошло около 620 тысяч советских военнослужащих из них 546 тысяч человек непосредственно участвовали в боевых действиях потери советской стороны составили 15 тысяч 52 погибших 53 тысячи семьсот пятьдесят три раненых 417 пропало без вести а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за набор предметов в данном коротком ролике и для чего он предназначен напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за набор предметов и для чего он надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест